Всем щербе, дорогие друзья, сегодня мы посетим Днепровский планетарий. Ну что, ты готов? Судя по его виду, не очень. Ладно, погнали. Историческая справка. Планетарий был открыт 30 августа 1968 года, и на момент съемки этого видео крепкому старичку исполнилось аж 55 лет. Честно скажу, я ожидал увидеть все, что угодно, кроме крутого, продуманного места досуга для всей семьи. Но уже поднимаясь по лестнице, я поменял свое мнение, так как погружать в атмосферу космоса вас начинают еще на улице. Тут представлены забавные арт-объекты на космическую тематику, которые мало того, что стильно выглядят, так еще и имеют всякие подвижные детали и функционал. Если у вас есть дети, они точно оценят. Кстати, планетарий был закрыт на капитальный ремонт в 2018 году, и реконструкция продолжалась целых 3 года. Однако сейчас это одно из самых крутых мест Днепра, куда можно сходить, если вы не хотите, чтобы вашему ребенку забили мозг плоской землей и теориями заговора. В холле вас ожидает вешалка с удобными номерками, с веревочкой на шею, чистый туалет, что немаловажно, сувенирная лавка, а также экспозиция, где можно посмотреть на различные предметы, связанные с космическими путешествиями. Тут есть и скафандры, и макеты, рюкзаки, поднимая которые вы можете оценить притяжение на разных планетах, и даже резервуар с кинетическим песком. Топ сомневался, на который тут же залипла лиара и начала ловить забавных виртуальных рыбок. Если вы придете чуть раньше, у вас будет время все это осмотреть еще до начала экскурсии. Скачав приложение по QR-коду, вы можете сфотографироваться с виртуальным космонавтом, который приземляется на парашюте прямо в зал. Если пройти чуть-чуть дальше, вы окажетесь в зоне виртуальной реальности, надев очки и усевшихся в креслах, можно наслаждаться видами открытого космоса, друзья, далеких планет, ну вот все вообще-то все просто завораживает. Тут же детская комната со столами и карандашами для детей, которые хотят расслабиться и что-то там пораскрашивать. Вот когда вы все это погуляете, осмотрите, я отлично примерил шлем космонавта, который мне оказался почему-то мал. Потом мы дождались экскурсовода, которая в непринужденной манере весело и нескучно поведала нам о том, что же мы только что созерцали в зале экспозиции. Экскурсия не затянутая, не скучная, зевать не пришлось, а для детей так вообще полный восторг. Затем нас пригласили в кинозал, экраном в котором служит куполообразный потолок, кресло же с удобными спинками, которые позволяют не напрягаясь смотреть вверх долгое время. Кстати, рекомендую покупать билеты на задние ряды, чтобы зрительный охват виртуального неба был более полным. Вообще там настолько удобно, что несмотря на интересный рассказ о звездах и планетах, многие посетители так забалдели, друзья. Смотрели, ну вы поняли, сны, а не красивую межгалактическую анимацию. После увлекательного виртуального путешествия по Солнечной системе и за ее пределы, нам показали мультфильм про то, что же такое свет, какими органами мы его воспринимаем и как он распространяется в пространстве. В целом все круто. Взрослым нравится, детям интересно и не скучно. После сеанса мы подошли к лавке с сувенирами, где купили, ну, ладкую конфету, медвежонка на палочке, а что ж еще. Для тех, кто думает, стоит ли потратить полтора часа своей жизни на визит в планетарий в Днепре, ответим всей семьей, что однозначно стоит. Ведь лучше прививать ребенку любовь к науке с детства и давать ему правильные знания, вместо того, чтобы пугать средневековыми суевериями, альтернативщиной и плоской землей. Всем спасибо за просмотр, друзья. Здоровья вам, мира и любви. Покеда.